здравствуйте дамы и господа мы продолжаем видео отчет о таком портрете и сегодня у нас будем продолжаться продолжать заниматься в каком-то смысле тем же самым то есть уточнять основные пятна что такое пятна да это это собственно пятна это места покрытые тем или иным тоном до переходящие в соседние места покрытые тем или иным тоном и вот каждое такое место покрытое каким-то тоном то есть обладающий каким-то тоном она имеет свои границы ну и собственно говоря пятна бывают большие да сейчас если мы с вами посмотрим на экран расфокусирована или может быть если у кого-то есть близорукость тут можно там просто снять очки или посмотреть сквозь какое-то мутное стекло то мы увидим с вами только самые основные пятна и вот этих основных мы и начали работу над нашим портретом если помните первую серию нас обрез был совсем такой совсем простой то есть мы практически сразу перешли на работу с пятнами и у каждого пятна есть границы и получается так что мы уточняли вначале крупные пятна да и более-менее их территории границы но дело в том что крупные пятна они делятся на более мелкие и собственно все что мы видим все что мы видим по сути это всего лишь набор пятен то есть до тех пор пока мы не потрогали это руками да это набор пятен пока мы не сделали шаг влево шаг вправо чтобы понять что предмет объемные это тоже все набор пятен и соответственно вот сегодня в течение этого короткого ролика вы увидите что пятна наши потихонечку становятся более подробными вот там кстати слева виден локоть нашего мат портретируемого что значит становятся более подробными мы уточняем основной тон больших пятен и вот для того чтобы уточнить основной тон больших пятен мы добавляем туда еще какие-то градации или меньшие пятна этот момент достаточно важный то есть не просто взяли большие пятна дома чем бы мне таким заняться но давай еще тут каких-то мелких пятен нарисую нет наоборот нужно как бы к мелким пятнам переходить ну как бы неохотно кстати ухо выглядит конечно гигантским сейчас к мелким пятнам переходить неохотно а именно в контексте уточнения больших то есть надо себе сказать давай возьмем начать большие пятна ну и стараешься ты их брать и вроде бы стараешься на вы решите тот не получается знаете здесь вот она уже переходит какой-то такой немножко другое давайте я здесь уже возьму другой тон и ты себе говоришь да можно но ты не влезешь сейчас детали давай мы возьмем только самые основные изменения самые крупные конечно все это не отрицает понимание конструкции поэтому предполагается что вывод к таким вещам в идеале должны переходить тогда когда уже у вас конструкция портрета в рисунке более менее исследована то есть хотя бы вот там полгода вы занимаетесь серьезно напряженно с преподавателем который не просто вам говорит ой молодец здорово как прекрасно у вас несомненный талант о которой он говорит ты знаешь что ты не разобрался здесь конструкции давай вот заново все переделай пожалуйста и выучи обрубочную голову вот сейчас вы видите как боковой планчик у нас немножечко становится посветлее то есть у нас начале задан очень сильный контраст так делать не обязательно но мне очень нравится так делать для того чтобы потом в итоге он все-таки сохранялся то есть он потом немножко смягчается но более-менее контрастность сохраняется это делает работу более-менее такой звучный да если я буду идти от в начале какой-то общей массы а контраст не задавать то мне иногда сложнее на него вырулить то есть надо работы получать с такими очень сдержанными по контрастности очень сближенными не столь выразительными поэтому вначале задаю большой контраст и вот вы видите что потихонечку он начинает у нас немножко смягчаться причем цвет у нас по сути сейчас еще очень условен то есть каком смысле можно сказать что это почти грязали почти грязали единственно что сейчас видеосъемка немножко все это дело холодит там в жизни в реальной у нас тем более там свет дневного лампа дневного света то есть все-таки это искусственный свет он немножко потеплее вот но с другой стороны это может быть и не столь важно потому что наши ролики не столько по цвету сколько по последовательности работы по рисунку и потону то есть по вещам которые являются как бы более важными в каком смысле более базовыми и так вы видите что потихонечку мы какие-то нюансы сюда вносим но стараемся при этом чтобы все эти нюансы они как бы мы в них не погружались и они более-менее были подчинены взятию большого вот возникает вопрос а как же это вот как все это починить взятию большого но самый лучший способ это постоянно отходить и постоянно расфокусироваться все он достаточно механический но в принципе практически без проигрышный это то чем мы все пренебрегаем мы об этом говорим но сами этого не делаем потому что забываем нас увлекает работой так далее вот а если каждые две-три минуточки отходить на расстояние ну или там хотя бы раз несколько минут и смотреть расфокусировано на то что происходит расфокусировано смотреть на нашу работу и расфокусировано смотреть на натуру это очень важный момент вот хотя по идее если вы уже дошли до уровня портретов маслом то конечно эти все вещи должны быть понятны это скорее мы сейчас объясняем для тех кто просто смотрит эти ролики для общего какого-то хорошего настроения так вот расфокусировано смотреть и на работу и на по и на натуру и переводя взгляд туда-сюда то есть с одного мутного в итоге изображение на другое мутное изображение нужно добиваться того что основные пятна бы совпадали этот момент он достаточно важный при этом может быть поправка на передачу формы вот например волосы темные но они у нас сейчас на светах то есть той части которая обращена к свету они у нас несколько высветлены это сделано для того чтобы лучше передать объем этот вот баланс между передачей пятен и передачи объема он в общем то является одной из основных тем и каков же выхода а выход он на самом деле через практику и через насмотренность когда ты видишь много того как это делают другие и много практикуешься то вот кажущиеся противоречия которые возникают первые годы обязательно возникают эти противоречия они со временем уходят ты понимаешь что просто есть возможны как бы нюансы возможен акцент то на одно то на другое но вот немножко мы здесь борту делаем темнее на боковом плане и постепенно наша работа становится более кроющей что желательно потому что работа в общем итоге должна стать корпусной должна стать более-менее кроющей то что именно кроющая работа она смотрится как правило более закончена хотя это не догма но такой вот фактор есть ну и вот вы видите что потихонечку у нас сейчас она некоторую такую скульптурность приобрела за счет того что высветлены и освещенные части даже на прическе нам на бороде как если бы все было немножко из одного материала мы получили такую достаточно объемную такую штуку как балланку можно представить что эта скульптура что высечена счет вот но при этом конечно для нас собственный цвет собственный тон волос и бороды он все-таки важно поэтому она потом все-таки обратно немножко потемнеет так вот сейчас мы видим с вами основные пятна темного и светлого до применить на больше конечно к объему к объему где-то они взяты там с погрешностями да и потихонечку мы на самом деле что же будет дальше продолжаться дальше мы будем заниматься тем же самым то есть на самом деле вот на на этой начальной стадии когда мы утрясаем основные пятна делается очень много и по сути сейчас проходят годы а я как с удивлением обнаруживаю что как в набросках так и в рисунке так и в живописи мы очень многое можем добиться именно за счет начальной стадии и очень многое мы проигрываем за счет того что мы эту начальную стадию как бы мы ее пробегаем мимо мы и профукиваем при этом эта начальная стадия она не отрицает попадания по рисунку то есть это не значит что должно быть по рисунку все кривое наоборот по рисунку все хорошо но при этом обобщен вот такой вот момент примитый к живописи к рисунку и к наброскам но он очень важный очень важно почему нужна и практика и база вот а часто у нас получается ровно наоборот и по сути можно практически иметь универсальный такой рецепт что если вы первые там несколько лет учитесь и меньше то вот вам же важно показывать работы преподавателям до каким-то хотя бы если у них не учиться тут основные комментарии которые вы от них получите это все вариации на одну и ту же тему на тему того что по рисунку все не точно а при этом не нифига уже не обобщена уже все очень раздроблено а должно быть ровно наоборот то есть должно быть более менее верно по рисунку ну насколько можем но на это надо очень за это очень надо стараться и в то же время обобщен этот момент важный и сейчас конечно даже глядя на эту работу немножко какие-то места кажутся дробными поэтому к обобщению всем нам надо стремиться но дело в том что это обобщение она не безликая знаете она очень даже характерная выразительная то есть обобщение это не значит сделать все никаким наоборот это убрать лишние детали ради того чтобы основное стало очень выразительно выглядеть этот момент очень важный и по сути это самая самая основная тема то есть все время об этом думать то можно сказать что ты имеешь рецепт на всю жизнь все остальное это уже просто какие-то иллюстрации к этому хорошие но вот потихонечку видишь что борода становится темнее причем где-то совсем черные тона у нас наоборот ушли где фон просвечивал то есть по сути мы работали больше нанося цвета а фон у нас осталось просвечивать но теперь мы и цвет фона закрываем у нас уже не просвечивает и чуть-чуть соответственно все это светлеет но тем не менее разница основная между светлым и темным остается она просто становится чуть мягче чуть реалистично и за счет этого вот цельность она еще выигрывает то есть очень резкая разница она все-таки немножко рвет работу но при этом очень важно не смазать все в однообразную массу да и вот то что вы видите сейчас это на мой взгляд очень важная стадия работы и по сути можно делать даже такие короткие этюды которые вот доходили бы только до этой стадии но размером наверно в несколько раз меньше размером наверно как сейчас на этой работе ухо то есть где-то там с палец наверно длиной меньше вот такие этюды они могли бы быть чрезвычайно полезны кстати они у нас есть там коротенькие этюды наших одних некоторых из наших роликов а соответственно они занимали бы конечно меньше времени да то есть это минут 30 можно такие делать вещи 40 но поскольку портрет площадью больше то мы на эту стадию вот вышли через сколько это у нас третий ролик до те два наверно тоже минут по 25 но где-то через через час работы до услуги перерывчиков далее и вот сейчас снова становится важным тот же самый момент что надо сравнивать в целом потому что как только это уйдет как только начинается деятельность через мозги надуманное надуманное до что так но здесь вот мы нарисовали на ухе такие завиточки ой классно сейчас на щеке а сейчас мы все перечислим до преподаватель преподаватель сказал что нужно точнее по рисунку а что такое точнее но давай я сейчас все перерисую и тут же работу можно загубить поэтому внутренний критерий что ты смотришь целостно на все и и если какие-то места возникают которые вносят дробность наоборот ты гаси ты их не привноси а наоборот их загашивай чтобы цель наработала а критерий очень как очень простой опять же нужно сравнивать более менее расфокусированы все целиком лишние места светлые внутри теней надо удалять и лишние темные места внутри светов надо удалять лишние светлые места в тенях то есть ничего страшного если все тени будут более-менее темные и лишние темные места в светах ничего страшно что все света будут более-менее светлые получим большой тень большую тень большой свет это важный момент и любые какие дифференциации если вносим сейчас то это глядя на то чтобы лучше передать конфигурацию и общее впечатление от этого большого света и от этой большой тени это важный момент то есть какие-то дифференциации мы вносим для того чтобы лучше передать впечатление то как выглядит большой свет не заметив такую деталь о я сейчас ее сделаю да не то что может пригодиться а то без чего нельзя обойтись это очень большая разница есть большой свет большая тень основные крупные пятна мне их надо если в самых общих чертах но мне их надо взять здесь вот сделать так так и так вот никак не могу без этого обойтись до делаем если по-другому ой вот заметил там такую штучку вам почему бы мне ее не сделать нет не делаем да потому что если ты когда смотришь в целиком ее не замечаешь а очень многие детали которые мы делаем мы если целиком посмотрим не замечаем то не делаем момент важна За счет этого работа становится более цельной. И в вас такое качество, как цельность, начинает развиваться. Ну, конечно, есть все время и ошибки на этом пути, потому что раз отвлекся, раз увлекся чем-то. Но все время нужно возвращать себя к целостному восприятию. То есть именно в этом смысл. Ну, соответственно, вот сейчас мы смотрим, да, как, что. Шея немножко светловато еще, да. Хорошо бы ее тоже пригасить. Причем, там может быть сделать что-то под 16-й верх, не знаю. Там сейчас водолазка, но на самом деле наш портретируемый принес кольчугу, по-моему, со второго сеанса. Я сейчас не знаю, это первый или второй сеанс пошел. Наверное, все-таки уже второй, но там будут какие-то изменения в процессе. Потому что, конечно, по стилистике он больше тянет на 16-й, начало 17-го века. Даже, может быть, вообще на 17-й. И поэтому, наверное, все-таки кольчугу сюда делать не очень хочется уже. Поэтому она там появится, а дальше там будет непонятно, как с ней быть. Но, впрочем, это уже не важно с точки зрения учебной. Это, конечно, не важно. Вот здесь тоже внимательные переходы смотрим, да. Конечно, вот этот выпирающий вперед угол, как переднее ребро кубика, которое стоит в три четверти, да. То есть, переход с бокового плана на передний план. Он достаточно важен для нас. Там все подробности. Там подробнее работы. То есть, не только лицевая часть, там глаза, нос, рот. Ну и вот этот вот угол, он тоже очень важен. Начиная оттуда, с перехода с лба, там на боковую часть, да. Вот даже с макушки почти. И вниз, вниз, вниз по скуле, там мимо рта и вплоть до подбородка, до челюсти. Все это важные места. Итак, почему нам желательно, чтобы было цельно смотреть, не нужно ли что-то удалить слишком темное на светлых местах. И не нужно ли удалить что-то светлое на темных местах. Вот как сейчас шея, например, отсвечивает. Это связано с тем, что просто когда мы с вами смотрим, мы часто ошибаемся. Ошибаемся мы из-за того, что мы не всегда смотрим целостно. И из-за этого у нас получается так, там серегавухи, да. Из-за этого у нас получается так, что мы, когда переводим взгляд на тень, мы на свет перестаем смотреть, на натуре. Мы начинаем смотреть только на теневую часть. И, конечно, любые высветления внутри тени мы начинаем видеть более ярко. И мы их берем на работе неоправданно ярко. А потом, когда мы смотрим на свет, мы не смотрим на тень. И, соответственно, любые какие-то потемнения, нюансы в светах мы замечаем слишком темными. И мы берем их неоправданно темными на работе. И поэтому очень часто бывает путаница. То есть слишком темные света, слишком светлые тени. Поэтому лучше внутренний такой подход, он, в общем-то, практически беспроигрышный. Обобщить всю теневую часть до более-менее однородной массы. И все время возвращаться к тому, чтобы это обобщать. И обобщать световую часть. То есть не делать там слишком темных мест. Но чаще это для теней важно. В светах тоже важно. В светах тоже важно не весь свет делать светлым. То есть есть самые светлые места, есть общая какая-то масса света. Света там с переходами чуть темнее. А есть масса теней. И вот в тенях чаще всего бывают слишком светлые места, которые все разрушают. Поэтому вот это в тот момент. Взять больше крупные пятна светлого и темного. Какие-то нюансы, рефлексы в тенях игнорировать. Он очень хороший подход. Он как бы беспроигрышный. Это очень важная вещь. Она понятная, но о ней все время не устаешь повторять. Потому что актуальность ее не теряется. Сейчас наш ролик уже подходит к концу. Но дробим, дроблю на по 20 примерно минут с небольшим. Для того, чтобы они не были длительные. Потому что первые наши ролики вообще на канале, они конечно те, которые были там по часу и так далее. Они все вызывали нарекания. То, что никто их не может высмотреть, кроме самых фанатов. Но я бы тоже длительные такие смотреть не стал. Да я и вообще никого не смотрю. Вот. Потому что не успеваю. Да и вам советую смотреть в перемотке, в ускоренной. А выигранное время потратить на рисунок и живопись с натуры. Напоминаю, что с натуры писать, рисовать гораздо полезнее, чем с видеозаписи. Потому что все-таки фотография, это вещь немножко не живая. Сейчас у нас будет завершение уже. Даже какое-то фото должно быть в конце. Ну вот как-то так. Так вот, истина, она где-то посередине между видео. Продолжение обязательно будет. Это наша группа, где много полезной информации. Вконтакте. Это группа, где мы помогаем друг другу советами. Но при условии, конечно, каких-то приложенных усилий. А не просто перерисовки с фотографий каких-то гламурных, красивых девушек. И сейчас будут мои координаты. Если у вас какие-то есть вопросы, то можно их пробовать задавать. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...